Групповые видео и аудиозвонки – возможности, которые стали доступны в Телеграм в 2021 году. Но многие даже не подозревают, насколько функциональными они являются. И сегодня я постараюсь раскрыть для вас все секреты групповых звонков, как их правильно настроить и пользоваться. Не будем затягивать, и давайте начинать! В конце 2020 года Павел Дуров объявил о запуске групповых голосовых чатов, а в середине 2021-го презентовал и видеоконференции. За весь этот год разработчики Телеграм активно занимались улучшением данных функций, и, как по мне, у них это получилось на отлично. Ведь сейчас можно смело заявить – любые аудио- и видеоконференции можно с легкостью провести в мессенджере Телеграм. Вот несколько важнейших фактов о них. Во-первых, в отличие от многих других приложений для конференц-связи, Телеграм абсолютно бесплатно предоставляет возможность запускать групповые звонки миллионам пользователей. Ограничений в количестве участников вообще нету, так же, как и нет ограничений по длительности конференций. Кроме передачи голоса и видео с камеры, участники имеют возможность транслировать изображение экрана своего гаджета, будь то телефона, либо компьютера и ноутбука. Ну и третий факт – конференции доступны как для каналов, так и для групп Телеграма. Здесь также нет никаких ограничений. Есть только особенности работы, о которых я позднее детально расскажу. Отмечу, что видео- и аудиоконференции – это отличная возможность для админов-каналов раскачать свою аудиторию, добавить больше взаимодействия с подписчиками, да и, в общем, разнообразить свой ресурс. Но если вы еще думаете над созданием канала в Мессенджере, то я считаю, что 2022 год – лучшее время для этого. Тем более, можно завести Телеграм-канал не только на русском, но и на английском или других языках. Сейчас в Мессенджер приходит все больше международных рекламодателей, так что рынку не хватает каналов по качественным и интересным тематикам. Осталось разобраться, где взять новых подписчиков. Этот вопрос легко решить с помощью биржи рекламы «Телега.йо», у которой есть международный каталог. Здесь размещаются Телеграм-каналы с живой аудиторией. Начните зарабатывать с рекламы в новом году благодаря сервису «Телега.йо». Ссылка в описании. Что ж, закупились рекламой? Теперь самое время расширять возможности своих ресурсов. В этом нам и помогут конференции Телеграма. Кратко напомню, как их запустить. Прежде всего, вы должны быть владельцем или администратором Телеграм-ресурса. Далее зайти в его профиль. В iOS выбрать параметр «Видеочат или трансляция». Все зависит от типа ресурса, где вы собираетесь запустить конференцию. А затем, и это первый интересный параметр, можно выбрать, от какого имени вас будет показывать в конференции. Можно выбрать либо от имени группы или канала, дабы не раскрывать вашу личность и аккаунт в Телеграме, либо есть возможность вещать от имени вашего профиля. Выбирайте, как вам удобно. Но вернемся к началу. При нажатии по кнопке «Трансляция или видеочат» у вас будет возможность либо сразу же запустить конференцию, либо сделать ее анонс. В последнем случае можно задать будущую дату. После этого действия всем участникам, кто находится в группе или канале, придет уведомление о будущей конференции. В Android, чтобы проделать все ранее описанные действия, заходим в профиль ресурса. Вверху справа в углу экрана нажимаем по трем точкам и выбираем «Начать видеочат или трансляцию». Остальные шаги идентичны, как и на iOS. Обращаю ваше внимание на то, что после запуска конференции на канале все присоединившиеся участники становятся лишь слушателями, у которых нет возможности говорить. Но пользователь имеет возможность поднять руку, нажав по соответствующей кнопке, тем самым попросив администратора голосового или видеочата предоставить ему возможность присоединиться к обсуждению. При нажатии админ увидит, что юзер поднимает руку и, нажав по его профилю, может разрешить говорить, выбрав соответствующую кнопку. Также отмечу, что администратор может позволить говорить обычному пользователю и без поднятия руки. Нужно лишь просто нажать по его профилю и опять же выбрать «Разрешить говорить». После того, как админ даст возможность говорить участнику, снова нажимая по его профилю, владелец конференции сможет уменьшить или увеличить громкость говорящего. Кроме того, открывая профиль юзера, здесь можно увидеть его имя, описание и фото профиля. А они же доступны возможности написать в личные сообщения участнику, либо исключить его из конференции. При последнем действии, кроме исключения участника, Телеграм предложит сразу его и заблокировать на канале. Немного по-другому работают аудио- и видеоконференции в группах Телеграма. По стандарту только администраторы и владельцы могут запускать видеочат, но все, кто будут присоединяться к нему, по умолчанию сразу же смогут говорить. Но эту возможность можно запретить. В интерфейсе видеочата нужно нажать по трем точкам слева и выбрать права участников. Здесь доступны две опции. Либо все участники могут говорить, либо новые участники только слушают. Таким образом, в каналах можно проводить какие-то лекции, семинары или уроки, вещая только одному или нескольким участникам. А в группах, например, можно просто общаться с вашими друзьями. Как по мне, продумано все очень удобно и понятно. Лайк, если пользуетесь видео- и аудиоконференциями в Телеграме. Давайте посмотрим, сколько нас. Но это лишь верхушка айсберга, о чем важно знать, если вы используете или собираетесь попробовать групповой разговор в мессенджере. Далее поговорим об интересных настройках конференций. Как вы могли уже заметить, у конференции Телеграма есть множество различных настроек, которые открываются в интерфейсе группового звонка. Здесь, кроме уже известной возможности изменить от какого имени, можно участвовать в звонке. Также можно изменить название чата. Имеется в виду конкретной конференции. Например, можно написать название лекции, которое сейчас проводится. Далее можно включить или выключить шумоподавление микрофона и запустить трансляцию экрана. К тому же Телеграм позволяет записать все происходящее в групповом чате. Причем, если это голосовой чат, файл записи будет выглядеть как обычное аудиосообщение. А если это видеозвонок, то Телеграм, соответственно, предоставит видеозапись, что очень удобно, если вы, например, хотите поделиться со своими подписчиками прошедшим вебинаром, уроком или тренировкой. Ну и на худой конец. В настройках также доступна кнопка завершения видеочата. Отдельно прошу заметить, что если вы, как администратор, нажмете по кнопке «Выйти» в интерфейсе конференции, Телеграм предложит две опции – завершить или покинуть видеочат. Нажимая по первому варианту, групповой звонок полностью отключится для всех участников. А вот выбирая вторую опцию, админ просто покинет звонок, а другие участники смогут продолжить общение, и новые собеседники будут иметь возможность присоединиться к чату. Об этом стоит помнить. Кнопка «Пригласить участников» отвечает за добавление новых участников в конференцию. Обращаю ваше внимание на то, что приглашая пользователя, не участвующего в группе или канале, вы также автоматически приглашаете его вступить и в сам ресурс. Рассылать приглашение на конференцию в канале могут только администраторы, а вот в группах это может сделать любой участник. Если вы досмотрели до этого момента, тогда вы большие молодцы. Но это еще даже не все. Сейчас немного расскажу о самой механике работы конференции и еще несколько неизвестных фактов об этой функции. Так что оставайтесь до конца. А если вы впервые со мной, тогда это самый подходящий момент – кликнуть на кнопку «Подписаться» и включить получение уведомлений на каждое видео. Эти все действия сделают вас самыми продвинутыми телеграмерами в мире. А теперь немного о самой работе группового звонка. Это и правда важно. По умолчанию, запуская конференцию, все начинается с того, что стартует голосовой чат. А для того, чтобы продолжить общение посредством камеры, нужно лишь кликнуть по соответствующей кнопке. Выбрать, какой из камер вы желаете начать показ изображения или все так же начать демонстрацию своего экрана. При видеоконференции участники по умолчанию отображаются в небольших квадратах в интерфейсе группового чата. А чтобы развернуть какого-то участника на весь экран, нужно лишь нажать по его изображению. Отмечу, что в таком виде телеграм сам будет переключать изображение участников в тот момент, когда кто-то начнет говорить. Но при этом вы можете закрепить того или иного пользователя, дабы видеть только его изображение. Для этого справа в углу экрана нажмите по значку закрепления. Как и обещал, еще несколько интересных фактов об общении в телеграме. Во-первых, многие даже не догадывались, что транслировать изображение экрана своего гаджета можно и при личном общении. Во время видеозвонка, выбирая камеру для вещания, есть возможность включить трансляцию экрана. Также в интерфейсе конференции можно заметить круглую кнопку со стрелкой вниз. Нажимая по ней, чат свернется, и вы можете и дальше без проблем использовать телеграм, общаясь в других диалогах и читать остальные ресурсы мессенджера. Напишите в комментах, пользуетесь ли вы групповыми аудио и видео чатами телеграма. Что вам нравится и что не нравится больше всего. Я прочту каждый отзыв и по возможности отвечу. Лайк, подписка и клик на колокольчик. Те простые действия, которые помогают существовать моему каналу. Надеюсь на вашу поддержку. Это канал Телеграммер. Подписывайся и пользуйся лучшим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова